следующий вопрос варак луфикум арриф риба омаль максуду биаклихи так что в хадисе упомянуто что риба а это лихва и что подразумевается под пожиранием лихвы во-первых варак луфикум очень важно отметить что под риба подразумевается у нас сколько два вида риба в шариате есть два вида риба и мы подробно об этом говорили разбирая книгу он дату лягками разбирает афсиры мама базовые и поэтому если кто-то хочет с этим познакомиться более подробно пускай вернется к одной из этих книг или же барак луфикум обратиться к записям других братьев требующие знаний которые разъясняли эту тему как допустим очень хорошие записи есть у нашего брата шейха арсена абу яхи правила торговли где он целый раздел барак луфикум разобрал записал на основе лекций шейх сулеман рухайли у риба барак луфикум побуждая каждого брата вернуться к этим записям и подробно познакомиться но в двух словах барак луфикум мы говорим что он с риба бывает двух видов и многие люди знают только об одном виде первое то которое спасло среди людей это риба на серии боносе это что риба отсрочки то есть когда один человек дает другому человеку деньги в долг так было у арабов и говорит что если ты мне вовремя не вернешь то ты будешь платить проценты вот это и есть суть риба который упомянул осмотрели в куране если это есть суть риба то есть и человек дает изначально под процент это его положение еще хуже почему я обращаю ваше внимание барак луфикум на этот вопрос потому что сейчас многие мусульмане ведутся если так можно выразиться грубо барак луфикум на что на такое приложение беспроцентный кредит в некоторых а или исламские банки и так далее там подобное которые представляют что из себя и говорят вы можете взять у нас деньги без процентов и вернуть на без процента не беспроцентный рассрочка например говорят 0 процентов идешь стиральную машинку покупаешь в магазин магазине сидит представитель банка ты видишь на ценнике написано допустим грубо говоря 300 долларов и банк тебе оформляет вас представитель банка оформлять и что ты должен в рассрочке берешь это стиральную машинку действительно по той цене который упомянута в ценнике но они говорят тебе одно но что если ты не возвращаешь и ты должен при каждый месяц по 30 долларов если ты задерживаешься с чем с отдачей долга с закрытием своего долга то тебе пение начисляется вот это есть суть риба который упомянул всевышний аллах спантали в куране это то что делали арабы арабы изначально под проценты никогда не давать они давали без процентов но потому что они были щедрые правильно или нет но барак луфикум говорит что если ты задержишься то будет тебе пение и об этом барак луфикум в риба многие люди то есть это даже об этом виду риба многие люди не понимают думать что риба это когда изначально тебе кто-то ставит процент правильно второй вид риба барак луфикум называется риба фадаль то есть есть некоторые вещи которые упомянул шариата это как золото серебро пшеница ячмень соль и финики вот эти шесть вещей барак луфикум в них есть тоже риба каким образом то есть если ты золото меняешь на золото то у тебя должно быть два условия чтобы подобное подобному было из рук в руки если ты меняешь серебро на серебро то у тебя два условия чтобы было подобное подобному из рук в руки если же барак лауфекум нету их условий, то человек попадает в риба. Если же человек барак лауфекум меняет золото на серебро или серебро на золото, а в наше время это практикуется как, когда ты покупаешь золото за деньги, то тут должно быть соблюдено одно условие, а это что из рук руки. Если не будет из рук в руки, то человек попадает в риба. А как в наше время самый распространенный вид того, что человек не делает из рук в руки? Покупка онлайн. Человек покупает барак лауфекум онлайн себе золотое изделие и ему доставляет это изделие через какое-то время. Из рук в руки? Нет. Получается попал в риба. Получается объявил этим самым войну Всевышнему Аллаху. Кто-то говорит, сережки один грамм я себе заказал доченьке на Акиху. И я этим самым объявил войну Аллаху. Да, ты объявил войну Аллаху и ты совершил прелюбодяние с тридцати проститутками, и ты изнасиловал свою мать. Вот этому подавил Всевышний Аллаху. Вот этот страшный ужасный грех на Саллаху. Поэтому золотые и серебряные изделия покупаются только из рук в руки. Барак лауфекум. И кто-то говорит, что нету варианта вообще никак онлайн продавать. Есть. Каким образом? Если ты являешься хозяином ювелирного магазина, и тебе приходит заказ, то ты принимаешь заказ и говоришь, мы отправим к вам нашего курьера, он доставит вам наше изделие, и вы на месте с ним рассчитаетесь. И подправляешь в барак лауфекум курьер либо берет налом, либо с ним машинка, либо там перевод и так далее. Прямо на месте. Он отдает изделие ему делать. Понятно, да? Потому что некоторые люди говорят, вот если по исламу жить, вообще никакой бизнес нет. Просто вы не знаете, просто вы не спрашиваете. Просто вы не знаете, просто вы не спрашиваете. А выход из любой ситуации есть. Да, что значит золото на золото продавать? У меня, допустим, барак лауфекум есть дома золотая цепочка. Допустим, например, осталась от бабушки, допустим, например. И вес этой цепочки, например, скажем, 10 грамм. И допустим, барак лауфекум, мне хочется купить сережки, например, жене, маме, сестре, дочке и так далее. И я иду к ювелиру и смотрю у нее сережки. И говорю, вот эти сережки, например, примерно... Вот сколько вот этой цепочки примерная стоимость. Показываем. Он говорит, примерно эта стоимость, допустим, цепочки, ну, скажем так, грубо говоря, 100 долларов. И я начал, у вас есть какие-нибудь сережки за 100 долларов? Он говорит, да, вот. Он говорит, давайте я вам цепочку отдам, а сережки заберу. При том, что сережки весят, допустим, 5 грамм. А цепочка сколько весят? 10 грамм. Если я поменяю цепочку на эти сережки, при том, что у них стоимость одна, я попал в риба. Вот это смысл, что? Чтобы одинаковое за одинаковое. А кто-то говорит, а какой выход? А выход такой, что я говорю, сколько стоят эти сережки? 100 долларов. Сколько долларов, допустим, если в России, скажем, например, 7500 рублей. Вот вам цепочка. Дайте мне 7500. Дайте мне 7500 рублей. Берешь их на руки. Потом берешь эти 7500 и тут же платишь за что? За эти сережки. Вот это баракулуфикум. Понятие, что из рук в руки и подобное подобное. Также это касается баракулуфикум валюты, потому что основа в валюте это что? Золото, серебро. То есть, если какой-то человек, например, баракулуфикум, где-то говорит, я торгую на бирже валютой. У тебя получается, ты когда рубли плачешь за доллар или за евро и так далее, это из рук в руки получается или нет? Вот поэтому задайся вопросом. Или же, допустим, кто-то говорит, брат, можешь мне 100 долларов поменять? Да, без проблем. Давай, я тебе сейчас дома привезу. Взял 100 долларов, поехал домой за рублями. Все, это не из рук в руки. Он попал во что? В риба. Понятно, да? Вот это смысл, что? Из рук в руки подобное подобное. Также касается, допустим, пшеницы. У человека, например, пшеница. Сейчас очень многие, например, мусульмане занимаются земледелем. Мусульмане, допустим, собрал 30 тонн пшеницы. И он, допустим, пытался ее продать и нашел, что есть спрос, допустим, а у него высшего сорта. А он пытается... Есть люди, у которых есть спрос, но спрос на другой сорт пшеницы. И он идет куда-то и говорит, давайте вот 30 тонн своей пшеницы, поменяя высшего сорта, поменяя, допустим, на 50 тонн или на 60 тонн, допустим, вашей пшеницы первого сорта. Это является риба. Потому что пшеница, пшеница меняется как? Из рук в руки подобное. Подобному. Поэтому ты продай эту пшеницу за деньги, а потом купи высший сорт, потом купи баракалуфикум за эти деньги, первый сорт и так далее, и тому подобное. И как я еще рассказал, что тот, кто хочет познакомиться с этой темой, либо возвращается к урокам нашего брата Абу Яхьи, да хранит его Всевышний Аллаху Субхану Аталию во благе, к теме риба в серии уроков, который называется «Правила торговли». Либо баракалуфикум возвращается к нашим урокам «Умдату ляхкам», где мы разбираем баракалуфикум слова шейха Уфаймина на тему риба. Уфаймина на сайте. Уфаймина на сайте. Уфаймина на руковод juices сел и за precursore Xbox화. И вы Instrumentания. Уфаймина на добро. Уфаймина на Beckyvit spatит и шейха, шейха, заглядев. aven Dinge подраздекс простой. Субтитры создавал DimaTorzok